Всем привет, ребят, с вами Мегаобзор.ком, очень рад вас видеть. Мы тестируем не только смартфоны и компоненты для сборки компьютера, но и обычные бытовые приборы, такие как, например, пылесосы. Мы протестируем сегодня Simbo 3472, это компактный пылесос, совмещающий как раз компактность портативных пылесосов и силу всасывания проводных моделей. Она уже, модель продается, стоит где-то в районе 2000 рублей. Поставляется упаковки из плотного картона с качественной полиграфией. Общая информация произведена на нескольких языках, включая и русский. Комплектация выключает пылесос в разборе и инструкцию. Simbo 3472 доступен в трех разных вариантах цового исполнения. Серебристый, черный и красный. Невысокая стоимость отразилась в использовании пластика практически во всей конструкции. Но здесь он достаточно добротный. Собран пылесос хорошо, зазоров в щелей между отдельными деталями не наблюдается. Конструкция из трех отдельных блоков. Основной насадка для пола и ручек. Стыкуются они между собой также с помощью пластиковых элементов. Стоит быть аккуратным даже при условии того, что внешняя конструкция выглядит надежной. Есть несколько вариантов компоновки. Полный подойдет для уборки пола и компактный без модулей для уборки, например, мебели или труднодоступных мест. Кабель подключается к основному блоку. Длина 5 метров хватает для уборки в пределах одного помещения без переподключения между розетками. В нем же скрывается у нас и контейнер для сбора пыли. Фиксируется крышка с помощью механической кнопки. Внутри находится дополнительная губка и фильтр для сбора мелкой пыли. Для обслуживания также потребуется промыть губку. Конструкция простая. Отказ от мешка избавляет от дополнительных трат. Кнопка включения находится на основном корпусе. При уборке пола тянуться к ней не очень удобно. Но опять же, в течении того, что ручка съемная, вывод дополнительной кнопки усложнил бы конструкцию. На корпусе также предусмотрена ручка для удобного хвата без установки внешней ручки. Вес сбалансирован. Комплектная насадка для уборки ковра также выполнена полностью из пластика. Выглядит немножко игрушечно. Здесь мне помешали более серьезные колеса. В текущем виде по ковру она скользит плохо. Механизм соединения корпуса и насадки поддерживает поворот вокруг оси и наклон для лучшего доступа в труднодоступный участок. Для хранения на ручке есть поворотный крючок, позволяющий зафиксировать пылесосные подвеси. Несмотря на компактность, Синба 3472 может похвастаться мощностью в 1000 Вт. Это больше, чем у портативных пылесосов. Разница в силе всасывания заметна, особенно на ковровых покрытиях. Подача питания с розетки решает вопрос неожиданной разрядки. Мы проверяли работу пылесоса на разных покрытиях. С учетом колес на насадке лучше всего он себя ведет на ровных поверхностях. Паркет, ламинат, линолеум и доска. По ковру можно скользить без создания излишнего давления. Всасывает пылесос хорошо. На видео вы можете наглядно видеть, что мелкая грязь собирается в один заход. Емкости контейнера хватает на полную уборку нескольких комнат. После каждой уборки не лишним будет очистить контейнер и обработать фильтр. Очистка быстрая. Во время нагрузки создается шум. Такое поведение характерно для пылесоса в такой мощности. Пыль за пределы контейнера не выбрасывается. Вес в 3 кг оптимален и не создает усталости во время уборки. Simba 30472 станет хорошим помощником в уборке 1 или 2 комнатной квартиры. Вес и габариты немногим больше, чем Vini. Они не требуют много места для хранения. Плюсом отнесем поддержку ручного режима уборки, съемные компоненты, простую очистку контейнера, хорошую мощность, 5 метровый кабель. Не устроить тут может конструкция колес насадки для ковра. Кому-то может не понравиться большое количество пластика. Ну и возможно отсутствие в комплекте щелевой насадки. С удовольствием обсудим данный пылесос с вами в комментариях. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok